На самом деле, сколько у нас уже не было сетевых апрелей, именно в секции с технологическими инновациями в экологии мы делаем такую впервые. Я очень рада, что у нас сегодня был такой очень хороший состав и спикеров, и модератора. Я хотела представить Татьяну Честина, руководитель движения ЭКО. Да, друзья, я думаю, не надо никому объяснять, насколько вообще экологические проблемы становятся острее, насколько они горячие, я бы даже сказала, что вонючие, мы сегодня много будем говорить о том, что беспокоит, и запахи и так далее у нас в выступлениях будет. Мы просто сразу перейдем как раз к технологиям, которые используют и активисты, и инициативные группы, и уже давно работающие общественные организации для того, чтобы с этими проблемами работать. И там будь то загрязнение воздуха, или мусорный коллапс, о котором все последние месяцы слышат, или борьба с пожарами, или с разрушением природных территорий, с нарушением экологических прав. Очень много аспектов, с которыми приходится работать, и мы сегодня поговорим с нами в практике, с людьми, которые непосредственно каждый день с этими проблемами работают, и они расскажут о том, какие технологии дают, с одной стороны, возможности, как они помогают получать реальное представление о ситуации, получать независимые данные, уже на основе этого принимать какие-то решения, как действовать, как они помогают мобилизовать и объединять людей, это очень-очень важно. И в том числе, какие у технологий есть ограничения, это мы уже в нашей дискуссии обсудим. Я хотела представить наших спикеров. У нас на самом деле четверо, к нам вот еще сейчас присоединится Анна Коченева, она где-то уже была, но вот, может быть, отвлеклась к нам, еще Анна Комарова из Greenpeace России, вот буквально бежит уже. Я тогда отдельно представлю, когда к нам присоединятся Анна и Анна, а сейчас представлю Дмитрия и Дмитрия. Дмитрий Закарлюкин. Дмитрий прилетел буквально сегодня из Челябинска. Он известный, с одной стороны, и гражданский лидер, с другой стороны, социальный предприниматель. Он масса проектов запустил, но из таких известных вещеворот, похожий, да, черетишоп, наверное, слышали, но еще раньше в Челябинске был вещеворот. И Эколофт, экологический центр, он сегодня, таких самых свежих начинаний, Дмитрия, это борьба с огряснением воздуха в Челябинске, группа Челябинск Дыши, и такая большая вообще работа, и мобилизация всех, кто этой проблемой занимается. И Дмитрий расскажет, как это в настоящее время буквально разворачивается. Дмитрий Шевченко представляет экологическую вахту по Северному Кавказу. Это одна из старейших организаций, которая известна тем, что она берется за очень острые экологические проблемы и использует очень много инструментов технологических по работе с жителями. И как раз Дима расскажет, как самые современные технологии он использует в борьбе, в частности, в борьбе с пожарами и вообще в целом в природоохранной работе. И тогда давайте мы начнем с Дмитрия. Дима, да, тоже к нам сегодня утром прилетел из Краснодара. Вечером уезжает в Воронеж, чтобы тоже обучать воронежских активистов разным инструментам. Давайте мы тогда начнем с Дмитрия Закарлюкина. Я передаю слово, можно запустить презентацию. Доброго дня, коллеги. Нормально слышно микрофон, все хорошо, да? Вот, да, я хотел бы смотреть на презентацию и комментировать все, что там будет. Как? Закарлюкин. Закарлюкин. Вы будете мне помогать кликать, да? Вот, отлично. Какой у меня регламент? Сколько у меня всего времени? Десять? Ох. Так. Работает, да? О, классно, спасибо. Так, я сейчас попробую. Работает хорошо. Так, друзья, десять минут, это очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень для нас мало, потому что сумасшедший объем действий информации, но погнали. Значит, меня зовут Закарлюкин Дмитрий, я эко-активист с 2012 года, с большой всероссийской уборки сделаем. Друзья, меня хитростью и обманом вовлекли в эту замечательную авантюру. С того времени я бросил бизнес, я рекламой всю жизнь занимался, и теперь, в общем-то, здрасте, я эко-активист, спасаю человечество. Погнали. Друзья, значит, одна из самых крайних и важных для меня и челябинцев на данный момент проблем, это ситуация с воздухом. Все это время, с 2012 года, занимаясь проблемой отходов и специализируясь на данный момент на системе управления отходами, меня каждый раз спрашивали, зачем ты это делаешь, когда нам тупо дышать нечем. Я говорю, друзья, ну, отход я хотя бы могу потрогать, придумать, я и по базовому образованию инженер-конструктор, то есть я могу придумать, что с ними сделать. А как, собственно, рекламист всю жизнь я могу сделать какой-то интересный продукт. Вот, воздух я, ну ладно, я его только видеть стал в последнее время, щупать его еще мы не начали, но это, в общем-то, тоже была одна из наших тенденций. Итак, представляю вам проект под названием CAPMS, Civic Air Pollution Monitoring System. Как красиво его по-русски называть, я так и не придумал, потому что это система, это какой-то продукт, он тоже вырастает, и сейчас я понимаю, что это будет, ну, такой самостоятельный продукт, который востребован не только в Челябинске, а, в общем-то, в огромном количестве городов в России и за рубежом. То есть, еще раз, я все свои проекты, это важно, строю в режиме самоокупания. Услышали это слово? Вот я, Дмитрий, я сегодня мучил по поводу того, как они своей организацией поддерживают финансирование. Я делаю это следующим образом. Каждый проект должен себя окупать, иначе он не будет долго существовать, иначе все силы в него вложены сейчас, завтра будут, ну, сходить на нет, активисты устанут, и все, перестанет работать. Ну, ладно, погнали. Собственно, проблема, нечем дышать, ну, вот как бы тут все сказано. Ладно, давайте вот так вот сразу. Значит, в 2017 году, в августе 31 числа, мы привозим детей, у меня их трое, из деревень и бабушек в город, потому что 1 числа, 1 сентября, что? Правильно, школы. И мы их привезли вот сюда. Мы привезли детей в газовую камеру. Меня взорвало. Не только меня, всех. С этого момента просто, ну, как это вообще, как такое можно? Мы детей из... Вот. Просто вам нужно понять глубину этой проблемы. За полтора года, ну, за год до этого, у меня родилась вот младшая дочь, третий ребенок, и за время беременности моей супруги каждый раз, когда был выброс, когда было неблагоприятное метеоусловие, и накапливалась примерно вот такая ситуация, она попадала в больницу на сохране, каждый раз это происходило. Сумасшедшая статистика по больницам, которую официально никто не выдает, о том, что огромное количество регрессий, выкидышей и так далее, и так далее, именно с определенного периода времени, когда увеличилась, да, концентрация вредных веществ в воздухе. История примерно такая, мы долго выкапывали, что же произошло такого, почему бы там до этого, до 13-го года такого не было, и вот никогда не было, как говорится, и вот здрасте снова, да, и вот опять. Оказывается, что там, когда там на пистыке 13-14 года доллар вырос, ну, соответственно, рубль упал, да, и наша металлургическая столица родины стала производить металла значительно больше, потому что его тут же начали покупать на экспорт, производить. То есть там в разы увеличился производство металла, фильтровать, в общем-то, почему-то выбросы свои никто особо не хотел, ну, и вот такая вот картина у нас получилась. Так, время. Итак, начал я разбираться с тем, что происходит. Я не занимался никогда воздухом до этого. Я не эколог, еще раз я подчеркиваю, это я экоактивист. Но человек я системный и структурный, и для того, чтобы разобраться с проблемой, вот я помню, как в задачке по физике в школе нужно написать дано и задачу, да, что нужно найти. Первым делом я решил выяснить, что же происходит. Оказалось, что огромное количество экспертов, общественных организаций, назорных ведомств говорят совершенно разную информацию. Никто не знает объективной информации. Сколько выбросов дают заводы, сколько выбросов дают автомобилисты, сколько выбросов дают там какой-нибудь разрез коркинский, который там у нас первый или второй в Европе по величине, огромная дымящая яма, которая надувает периодически на город, на нашу смогу. Это очень интересная оказалась ситуация, в которой есть несколько промышленных кланов, которые между собой конкурируя борются за власть, друг друга периодически пиная своими, ну так сказать, аффилированными общественными организациями и объединениями. В итоге получается, что постоянно все что-то кричат, но что конкретно никто не говорит, нету никакого конкретного решения. Информация размыта, народ в Челябинске получается знает, что жить плохо, но насколько плохо, не знает никто. Это был наш первый большой такой вывод, с которым мы сказали, ого, ничего себе, то есть мы это почувствовали на себе, но не знали, что делать. Блин, это очень мало рассказов. Короче, вот такая вот история, да, надо что-то с этим делать. Вывод для меня очень прост был, что нужно сформировать объективную систему мониторинга воздуха, то есть как минимум, что это должно было быть. То есть не важно, что, но я должен знать по факту. То есть вот у нас есть, грубо говоря, декларируемые данные, лесом их, что реально происходит. И я дальше как человек, как бы, инженерный смогу посмотреть сверху на карту и понять, ага, вот это вот у нас автомобили, по таким-то дням их за борт. К примеру, я утрирую, да, вот это у нас предприятия, как-то с ними работаем, вот это вот у нас малые предприятия, а еще очень, кстати, интересную такую схему запустили, о том, что большие у нас, ну, Мечу, ЧМК, они выбрасывают, ну, большую часть всех промышленных выбросов, ну, вообще всех-всех городских выбросов. И они такую интересную мульку придумали. Слушайте, мы, говорит, у нас все вот в рамках действующего законодательства, в рамках предельно допустимых концентраций, предельно допустимых выбросов, которые нам расписали, это все малые предприятия. Посмотрите, они там шины жгут. Посмотрите, там что-то перерабатывают. И давай их за хвост ловить. И в общественной повестке действительно так, это малые предприятия, это малые предприятия, а их никто контролировать не может. Жгут, серьезно? Давайте дальше. В общем, такая вот история развернулась. Первым делом, что я такой думаю, блин, ну, надо сделать какую-то общественную компанию. Можно чуть побольше? Ну, блин, правда, у меня такая... Хорошо. Ладно, три минуты. Значит, первая компания, которую мы запустили, называлась «Здесь труба» под хэштегом. Концепция очень простая. Мы такие, давайте поймаем все эти маленькие предприятия и нанесем их на электронную карту, поможем нашему городу, поможем нашему Росприроднадзору и так далее. Смысл в том, что у нас в свое время выступили наше правительство с предложением о неком сводном томе, который учтет все источники загрязнений. Только подумать, так, ну, давайте мы вам раздадим квоты на выбросы и будем всех вас контролировать. Мы такие, как они их узнают? Ведь есть маленькие предприятия, которых никто не видит. И решили использовать кейс, по-моему, какой-то там американский, австралийский или еще какой-то, когда по фоткам на Инстаграме, на фоткам мусора, там всякие подписывались бренды и геолокация оставилась. Таким образом, активисты собрали ореолы распространения мусора определенных брендов. Потом написали им коллективные гневные письма и сказали, ну-ка, убирайте за собой. И решили проблему. Классно, классно. Мы решили таким же образом ловить малые предприятия, по хэштегу выискивать, но, в общем-то, оказалось, что народ у нас такой «Пу-пу-пу-пу-пу-пай, не будем». Мы думаем тогда, ладно, надо делать что-то другое. Собственно, пришел я дальше к концепции независимой системы, которая не, скажем так, от людей не зависит, не надо им даже ничего фотографировать, они просто сделали какой-то один ход, и все, зашибись, работает. Суть этой системы такова. Это сеть датчиков, которые распределяются по городу, достаточно большое количество датчиков, и ежеминутно фиксируют объем концентрации, концентрацию вредных веществ в воздухе. То есть большое количество датчиков, распределенных по городу, которые в реальном времени формируют картину. Это вот примерно вот так вот выглядит. То есть по методу триангуляции мы понимаем, где происходит концентрация вредных веществ. При этом мы не декомпозируем по разным элементам, но смотрим общую концентрацию. Одна из проблем заключалась у нас в том, что основные выбросы происходят ночью и выходные, когда не работают контролирующие органы, и когда их никто не видит. И что самое интересное, у нас там где-то есть график, я, похоже, до него долистать не успею, мы стали это ловить. Вот такую... Сейчас дойдем. Значит, систему такую мы сделали, значит, я думаю, что, соответственно, она должна выглядеть типа тепловой карты. То есть вот все датчики поставили, они свои данные срастили вместе, и мы получили карту концентрации. Допустим, мы видим, что вот здесь выброс произошел, и вот он куда-то... Ореол рассеивания его дальнейшие поймали, причем в режиме реального времени. Третий инструмент, который мы использовали, ускоряясь, это был органолептический такой элемент контроля, когда народ качал приложение, и у себя просто на смартфоне, чувствуя, что пахнет, жаловался, нажал, здесь пахнет. Отмечалась его кнопочка, отмечалась его место, и вот как бы мы видели такую картину, субъективную, но работающую. Это была, скажем так, предсистема вот нашей системы датчиков. Выглядит она на данный момент вот так, называется Smokey 74, то есть вот оно, когда укрупняется... А, сюда мы нанесли стационарные посты Гидромета. Запрограммировала эту штуку нам классная, ну там, ребята-программисты из компании Криограф. Вот такая у нас получилась тепловая карта. Ноль минут. Ладно, сейчас намотаю чуть дальше. Собственно, те самые ночные выбросы. В определенный момент, когда мы тестировали датчики, мы смотрели разные производители, которые работают, которые не работают. Задача была максимально дешевым устройством распространить максимально широкую сеть. На одном из этапов тестирования мы выявили очень интересную закономерность. С 22 часов не видно, да? Здесь до 4 утра происходит большой пик принципиально. То есть вот его видно, да? И для нас это определенный сигнал. Мы еще не научились его интерпретировать. Мы... А, кстати, за все это время мы научились выделять фон автомобильный, который растет там до 10 примерно утра, там с 7 или с 8 до 10 утра. Раз, и он нисходит. Вот эту штуку мы нашли сейчас во времени, по факту. И когда у нас появится достаточно большое количество датчиков, мы сможем их поймать по географии. То есть примерно вот такая вот история будет. Всплески, допустим, здесь увеличатся, и мы будем видеть, что вот здесь вот произошел выброс. И чем больше у нас будет устройство распространено по городу, тем точнее, вплоть до там нескольких метров, десятков, мы сможем идентифицировать источник выброса. К сожалению, у меня все. Дима, не беспокойся. У нас на самом деле дальше будет еще дискуссия, и будут вопросы, и что-то вот как раз можно будет еще рассказать. И давайте один вопрос, да? Смотрите, коллеги, давайте один вопрос, потому что основные вопросы, ну, вы их держите, в смысле вы их зададите, но после, чтобы у нас сохранить динамика, мы все, главное, успели. Вот один вопрос, и мы будем дальше двигаться. Вопрос, сколько стоят эти датчики, и где самоокупаемость в этом? Да, вот смотрите, сейчас отвечу. Изначально наши эксперименты выглядели вот так вот. Огромное количество разных датчиков, какие-то работают, какие-то не работают. На данный момент есть финальное устройство, которое работает. Ну, вот лучшего защиты от погодных условий, чем канализационные трубы, пока не придумали. Ну, и, что интересно, плата вот ровно входит туда. Я как инженер-конструктор думаю, ну, зачем что-то придумывать, когда все классно работает. Ну, ладно, мы на самом деле еще его изменим, пока все классно работает, и нас это устраивает. Устройство на данный момент стоит 3000 рублей. Это, ну, давайте так. Моя была задача поставлена конструктором, чтобы мы уложились в 1000 рублей, чтобы каждый мог себе позволить. Они мне сказали, не получится, давай хотя бы две. Я говорю, хорошо, две. Мы нашли ряд устройств, которые опробовали, поставили, они сгорели. Мы решили, ладно, давай три. Мы опирались, в общем, на, отвечая на ваш вопрос, есть уже в мире ряд разработанных подобных проектов, что-то они какие-то свои интересы там свои решают. У нас есть совершенно конкретная задача создать тепловую карту устройств, в смысле тепловую карту выбросов, которая в реальном времени будет показывать вот эти пики концентрации. Кто выбросил и куда оно потом распространилось. 3000 рублей стоит, монетизация заключается в том, что там, ну, 500 рублей закладывается на работу, вот сборку этого всего дела. Со временем оно будет, ну, есть там свои идеи по монетизации, но никакой там платы за использование этого мы не закладываем, то есть оно изначально будет все максимально открыто и безоплатно. А, коллеги, давайте, мы под дискуссией, да, я очень хочу, чтобы у нас все успели выступить, поэтому... Микрофон работает вообще. Смотрите, я хочу пригласить, Дима, ты можешь просто... Смотрите, спикеры могут в зал садиться, потому что иначе презентацию не видно, что вы могли видеть. Я хочу пригласить, очень здорово с нами сегодня Анна Комарова, руководитель отдела, проектов отдела ГИС и исследований Greenpeace России и глобальная лаборатория ГИС. И Анна как раз расскажет, как геоинформационная система использует решение правоохранных проблем. И также Анна еще является частью сообщества правоохранных ГИС. Вот, я передаю слово, и вот так можно листать. Здравствуйте, у вас коллеги. Слышно меня? Мне кажется, что он не работает. Слышно. Ага, отлично. Здравствуйте, ну меня уже представили, да, меня зовут Анна Комарова, и я работаю в ГИС-отделе Greenpeace России. И я решила начать с вопроса. Как вы думаете, что важнее всего знать про экологическую катастрофу, про какое-то происшествие? Какая информация самая важная? Что произошло, когда или где? Это следующий вопрос. Все вместе, конечно. Как правило, релевантной является и та, и другая, и третья информация. Именно совместить между собой пространственные и атрибутивные данные, то есть собственную информацию, позволяют генфункционные системы. Возможно, вы знаете про основные принципы работы Greenpeace. Я просто хотела подчеркнуть, что ГИС, генфункционные системы, нам позволяет именно достигать этих принципов. То есть они позволяют делать нашу работу, если к самому главному, то понятной. Они позволяют проводить свидетельствование. Вам не нужно быть на месте, чтобы использовать космический снимок. Вы можете его посмотреть и тем самым понять, что происходит. И позволяет нам сохранять независимость как организации, потому что наши выводы может проверить любой человек. И любой человек может скачать те же самые снимки, которыми пользуемся мы, мы пользуемся открытыми данными. И таким образом оценки на основе космических снимков являются еще и независимыми. Два слова про проекты. ГИС-отдел в таком виде, как сейчас, существует с 2011 года, но на самом деле с конца 90-х. И в основном это один из трех ГИС-отделов в мире всего, в Greenpeace. Самый крупный. И с прошлого года наш ГИС-отдел стал глобальной картографической лабораторией для всего Greenpeace. Поэтому проекты у нас по всему миру. Но вот даже на карте видно, что основные все-таки в России нам удается поддерживать такое состояние. Если иллюстрировать, что можно делать с помощью генформационных систем. У меня было две задачи. Рассказать, как можно использовать ГИС и рассказать, что такое сообщество предохранный ГИС. Я сейчас пока сосредоточусь на первой. Генформационные системы позволяют нам картографировать и смотреть, что происходит, что меняется. То есть создание карт и мониторинг. Это карта изменения покрова малонарушенных лесов между 2000 и 2013 годом. Буквально сейчас, в процессе публикации, слой 2016 года. Это позволяет нам понимать, как быстро сокращаются условно ненарушенные территории. Это крупные от 50 тысяч гектар площадью участки, которые не были затронуты хозяйственной деятельностью, насколько можно проследить никогда, более или менее никогда. И это то, что позволяет нашей планете в глобальном смысле сохранять свой баланс, сохранять водный баланс, сохранять устойчивость атмосферы и так далее. Эти леса довольно стремительно сокращаются. За 13 лет сокращение составило 7,2%. Это очень быстро на самом деле. И это же позволяет нам использование таких методов, которые, в общем-то, передовые, позволяет нам в том числе быть на переднем рубеже науки. Это статья с результатами в журнале Science за 2017 год. Science Advanced в электронной версии. То есть карты позволяют нам наши результаты делать еще и верифицируемыми, скажем так. Такими, которые значимы и в научном сообществе. Конечно же, позволяют картографировать праведохранные нарушения. И более того, доказать, когда произошло нарушение и кто именно виновник. С левой стороны пример из Центральной Африки — это Камерун. Год за годом с помощью космических снимков мы можем проследить, как менялся лесной покров. И, использовав данные по концессиям, по выдаче лицензии на использование этого участка, мы можем сказать, ребята, вот вы стали причиной сокращения конкретно вот такого участка. То есть тут уже не проходят истории, типа до нас мы пришли, тут так было. Космические снимки являются черным ящиком. Программа «Лансат» самая удобная для этого существует с 1972 года. То есть вы можете ретроспективно эти снимки посмотреть и сравнить, что было, что стало. Еще один пример — заповедник остров Врангеля, появление военной базы, которая была здесь всегда, как нам заявили в ответ на обращение в Министерство обороны. Но, извините, у нас есть спутниковые данные, которые конкретно могут нам показать, что ровно в этом самом месте еще год назад военной базы не было. Общественное мнение. Генформационная система и космические снимки помогают нам убеждать людей. И это работает. Это пример, я очень его люблю, хотя он и старше, чем 2017 год. Это пример того, с чего началась лесная программа Румынии. Когда-то в 2006-2007 году мы сделали карту сокращения лесного покрова в Румынии по просьбе румынского офиса «Гринпис». Просто проанализировали, они узнали про такую технологию, им стало интересно, что происходит у них. После того, как мы ее сделали, они сказали, ого, у нас сокращается примерно 3 гектара, теряется 3 гектара, они называют это Virgin Forest, типа детственных лесов, в час. Это очень много. С этого момента начала работать лесная программа «Гринпис», которая до сих пор существует, «Гринпис Румынии», которая до сих пор существует и очень поддерживается гражданами. А это принц Чарльз, который тоже поэтому удивился. И это дало этой новости дополнительный, как мы говорим, пуш. Но не всегда это работает в России. Вот пример про Россию, журнал «Гвардиан», статья про пожары 2011 года. Но у нас, к сожалению, это не очень работает. И это вот к вопросу о сложностях. Очень сложно, можно показывать, но очень сложно перебороть привычки. Это карта пожаров, весенних пожаров, начала весны прошлого года 2017. Вы видите Калининградскую область, которая очень хорошо отличается по плотности точек от окружающей территории. То есть это уже, не скажу об этом больше, был принят запрет на выжигание травы. Тем не менее, практически невозможно людям сразу отказаться от выжигания. И это то, с чем мы пытаемся работать. Генформационные снимки нам помогают, генформационная система нам в этом помогает. Но, конечно, этого недостаточно. И еще важная часть нашей работы — это поддержка общественного участия. Это прям совсем-совсем свежий продукт. Идея тут в том, что у нас есть карта осушенных торфяников, то есть территорий, где торфяная залежь, которые были подвергнуты осушению. Они очень пожароопасны. Но если там начинает действовать пожар, то он практически никогда не тухнет сам. Он уходит под землю и может сохраняться, в том числе пережить диму, разгореться, полыхать. Дым, который был в Москве в 2010 году, это был дым как раз от торфяных пожаров. Торфяной пожар, любой пожар легче всего подушить вначале. Но торфяной такой, который вначале подушить можно, а потом практически нельзя. Никакие МЧС с их самолетами не помогут. Эта карта помогает нам. Это автоматический продукт. Сюда ежедневно подгружаются новые данные о тормоточках. Автоматически пересекаются с контурами осушенных торфяников. И таким образом мы имеем точки, которые нужно проверить. Эта карта, этот продукт был сделан для добровольных лесных пожарных. И мне кажется, на конференции будет об этом какой-то рассказ, насколько я видела программу. Таким образом, геоинформационные системы помогают людям участвовать в охране природы. Делают этот процесс проще, потому что сам по себе Гринпис никогда не мог бы решить свои задачи без участия людей, в том числе тех, кто как экоактивисты решает задачи на местах. Другой путь — это официальные документы. Это пример карты, с которой началось потихонечку движение к искоренению лесопожарной лжи и к тому, что у нас появился запрет на выжигание сухой травы. И гид помогает нам в том числе и оценить изменения. Вот эта картинка показывает разницу в количестве термоточек до ночи, до принятия запрета и после. То есть разница все-таки есть. До — это было вообще пожарная катастрофа, сейчас чуть-чуть, но полегче. Регионы отличаются в своем поведении. И вот в этом ресурсе можно посмотреть даже конкретно про ваш район. Не только про регион, но и про район. Как у него дела? Какая динамика изменения количества термоточек на территории района? Это позволяет на местном уровне разговаривать с местными товарищами, потому что в противном случае они опять говорят, что соседей здесь. Но про сложности. Сейчас этот ресурс тоже не работает из-за блокировки. Мы работаем над этим. И тоже блокировки, но по другой причине подверглись наши продукты, которые касаются чистоты воздуха в Москве. И тоже сейчас процесс идет. Не буду на этом много остановиться, потому что уже время кончается. Но вот была у нас карта, которая позволяла… Да, спасибо. Чем позволяло состояние воздуха в Москве оценивать в реальном времени. Но, к сожалению, сейчас тоже мы пытаемся наладить ее работу. И про сообщество предохранных гид. Это такая не организация ничего, просто комьюнити. Основная цель – это поддержка специалистов, которые используют гид-технологии в предохраненной работе. Greenpeace очень много вкладывается в этот процесс. Мы проводим обучение и консультации для предохранных активистов. В частности, буквально три дня назад я вернулась из Питера. У нас там был большой трехдневный семинар в Ботаническом институте для питерских коллег. Проводим конференции сообщества предохранных гид раз в два года и конкурс стипендий. Про обучение я сказала. Вот это самые последние фотографии с последнего семинара. То есть мы учим людей в том числе работать с самыми передовыми технологиями сбора данных в поле с помощью смартфонов. У нас в основном практика за почти четыре года. Вот у нас 122 сертификата, 8 тренингов. Конференции уже третья прошла в 2017 году. На ней было больше 200 человек. И если вам захочется посетить ее сайт, то я думаю, что ссылка останется. Там много материалов. На этом я заканчиваю. В качестве резюме я скажу, что если сравнивать между собой возможности и сложности, которые дают использование генформационных систем, конечно, есть сложности. В первую очередь техническая сложность и доступность данных. Но возможности, которые есть, намного эти сложности перевешивают. И я готова ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Анна, спасибо огромное. Давайте сейчас один вопрос. И следующие вопросы у нас, как мы говорили, в дискуссии. Ну, это результат многолетней работы. У нас есть пожарная программа, которая много лет состояла из двух человек. В этом году они, наконец, выиграли грант. И появилась возможность чуть больше ездить. И сейчас они в Бурятии. Это многолетняя работа по устраиванию отношений. То есть обычно местные управления МЧС знают, что если у них горит, то Greenpeace об этом уже знает. И если они не предпримут что-то вперед, то мы приедем. У нас есть приоритетные территории. Это Торфяники, окрестности особо охраняемых природных территорий и окрестности населенных пунктов. То, с чем мы в первую очередь стараемся отрабатывать. Но в основном не сами, а за счет поддержки пожарных добровольцев в регионах. Ну, это немножко другая история, чем то, про что я рассказывала. Но смотря какая. Нет. Конкретно этой программы нет. Но смотрите, космический снимок. Спутник не знает, законная она или незаконная. Для этого нужно пересечь с какими-то разрешительными документами. На эту тему у нас гораздо меньше информации, потому что в ней, в общем-то, полный бардак. На тему категории земель и так далее. Я думаю, что это долгая история, на самом деле. Об этом лучше поговорить в перерыве. Коллеги, давайте, чтобы мы успели все у нас выступить. Да, мы оставим это на дискуссию. Это действительно такой вопрос, где можно к Ане подойти и его уже углубленно выяснить. Я хочу передать Дмитрию Шевченко. Шевченко, пожалуйста. У нас просто после дискуссии у нас все спикеры остаются здесь. И можно будет после того, как сессия закончится, уже пообщаться. Да, просто после события. Дмитрий, как я уже говорила, к нам приснились, я быстренько повторен из экологической вахты по Северному Кавказу. Северный Кавказ, который нам сегодня прилетел, и как раз он будет рассказывать о разных моментах, в том числе и о борьбе с пожарами. Да, я как раз, Таня, все так правильно построила, что в большей степени моя речь будет касаться, практически иллюстрировать то, о чем говорила коллега из Greenpeace. Хорошо. И дело вот в чем. Я просто на примере конкретной истории расскажу, как, собственно, нам однажды пришло в голову просто опробовать все эти механизмы, ГИС-механизмы, и провести некое собственное расследование крупного лесного пожара, который случился у нас в регионе в 2015 году. И мы смогли проверить доступность этой технологии для простых людей. То есть, может ли каждый из вас просто открыть интернет и посмотреть, верную ли информацию нам дают в своих сводках местные МЧС, или все-таки они немножко там чего-то привирают. Собственно, моя презентация будет состоять из страшных картинок в большей степени, поэтому вы не удивляйтесь. Вот, собственно, да, меня зовут Дмитрий, я представляю общественную организацию «Экологическая вахта по Северному Кавказу». В прошлом году наша организация отметила свое 20-летие, мы занимаемся много чем, но у нас есть ряд коронных направлений, это особо охраняемые природные территории, это защита прав граждан на благоприятную окружающую среду, городская тематика и так далее. Но тема пожаров для нас абсолютно новая, мы занялись ей просто по необходимости, именно в связи с тем, что у нас регион южный, он горит круглый год. У нас круглый год, у нас нет пожароопасного сезона, вот какого-то там сжатого до 2-3 месяцев, он у нас растянут на весь год. И обычно в теплое время года мы ездим часто на общественные инспекции, мы их так называем. И куда бы мы ни ездили, мы всегда сталкиваемся с тем, что у нас постоянно что-то горит. У нас горят тростники, особенно на особо охранимых природных территориях в Дельте Кубани, это ценная территория Рамсарской в Годи. У нас горят сельскохозяйственные угодья, у нас горят леса на Черноморском побережье. И каждый раз мы пишем, естественно, жалобы писали точнее, когда мы еще верили свято в непорочность наших органов, что они будут принимать различные меры, карать нарушителей, искать поджигателей. И мы видели, что ничего этого не происходит. Приходят отписки, приходят отписки такого рода. Ну вы знаете, там загорелось 10 квадратных метров сухого камыша, выгорело, что вы так переживаете, все хорошо. Да как же 10 квадратных метров, когда там просто так визуально мы смотрим, что там порядка, я не знаю, там полукилометра квадратного выгорело. И, собственно, последней каплей, которая побудила нас активнее заняться этой темой и самостоятельно пытаться изучать эти факты, факты природы ландшафтных пожаров, это была история в районе поселка Джанхот, это территория города-курорта Геленджик. Эта история произошла в августе 2015 года. Это как раз символическое место, потому что с одной стороны находится дача патриарха, с другой стороны находится дворец Владимира Владимировича Путина. И вот, собственно, на этой территории нежданно-негаданно случился лесной пожар. Здесь обычно туристов наверху, там туристы в основном у моря, здесь наверху их не так много, но тем не менее здесь каким-то образом загорелся лес, что само по себе было странно достаточно. И несмотря на то, что МЧС объявил о врал, туда пригнали несколько самолетов, которые там забирали в море воду, сюда и выплескивали. Несмотря на то, что сюда согнали различных добровольно-принудительных добровольцев, да, в кавычках, там всякие казачьи подразделения, которые там тоже оказывали содействие тушению, выгорела огромная территория. И МЧС, собственно, было удивительно, что пожар происходил несколько дней, все его усиленно тушили, но при этом он несколько дней не уменьшался, а только увеличивался, при том, что авиация была задействована в количестве нескольких штук и так далее. То есть выгорела большая территория. У нас сразу закралось подозрение, что это просто было неспроста вообще все сделано, что лес подожгли не просто так, что его, собственно, задача была не столько его тушить, сколько не пустить огонь за пределы некой очерченной условной территории. Ну как можно это было все доказать, да? И при этом МЧС наши в СМИ усиленно там рассказывало о том, как они героически боролись, как они, значит, остановили огонь, и что выгорело там всего порядка, они говорили, 70-80 гектаров. Потом мы специально померили всю эту площадь, посчитали на космоснике, там выгорело порядка 150-200. Ну, собственно, эта история стала последней каплей. Более того, нас тогда вообще не пустили на место ликвидации этого пожара, сказали, там опасно, там нечего делать общественникам, тра-ля-ля. Я разозлился, я решил, собственно, открыл интернет и подумал, как можно, собственно, наказать наши доблестные МЧС за такие проделки. Ну, собственно, с чего я начал? Ну, естественно, у нас есть самый главный базовый ресурс, по которому мы можем следить за природно-ландшафтными пожарами, это пожары-космоснимки. Да, космоснимки пожара, это проект, проект Сканекса, да, если я не ошибаюсь. Собственно, зашел туда, обнаружил там, обнаружил там вот такую, все вот такую вещь. То есть, несмотря на то, что пожар был достаточно масштабным, мы видим здесь всего одну зафиксированную термоточку, при том, что там был верховой лесной пожар. Ну, то есть, в принципе, вот понять, да, понять масштабы пожара, понять его, собственно, динамику с помощью этого сервиса, в принципе, нельзя. Можно только посмотреть, что в данном месте, да, фиксировалась там одна, две, три, десять термоточек и так далее. Но в данном случае была зафиксирована всего одна, это была зафиксирована через сутки или даже через двое после того, как начался пожар. Собственно, ну, я это принял к сведению. Собственно, дальше я зашел, просто наш МЧС опять же говорил о том, что подожгли туристы, которые стояли в палатках, туристы-дикари, которые отдыхали на берегу моря. Ну, собственно, я просто зашел на этот ресурс, это интересный ресурс, который аккумулирует все данные о погоде во всех населенных пунктах Европы, да, и там, в принципе, я просто посмотрел погоду, ну, это в данном случае слайд немножко не на ту дату, но, тем не менее, там было четко видно, что направление ветра, температура воздуха в этой местности в этот день, и было совершенно понятно, что ветер немножко дул не в ту сторону, про которую говорит МЧС, то есть он дул не с берега, не с моря на берег, а совершенно в обратном направлении, вот в таком направлении, да, это тоже космоснимок, который нам предоставили коллеги из некоммерческого партнерства прозрачный мир, вот виден вынос дыма, собственно, то есть ветер дует с берега, то есть, соответственно, ну, с большей долей вероятности можно утверждать, что все-таки огонь, ну, не мог распространяться сильно против ветра, скорее всего, он распространялся откуда-то сверху, где и, очевидно, имел место поджог. И дальше я уперся в некий тупик, то есть как дальше, что мне действовать, как действовать, где можно получить свежие космоснимки данной местности, вот на вчерашний день, позавчерашний день, я понял, что их найти, в принципе, можно, но не будучи специалистом, ГИС-специалистом, это достаточно затруднительно, поэтому я был вынужден обратиться к коллегам из прозрачного мира, которые, собственно, быстро, оперативно посмотрели в своих базах, то, что у них не нашли, они запросили, у них есть такая возможность, у них покупают свежие снимки. И они, по моей просьбе, провели тоже такой экспресс-анализ, где было хорошо, в принципе, видно, куда выносился дым, как осуществлялась динамика пожара. То есть я пришел к такому заключению, что, в принципе, вот нам, простым общественникам, которые не являются ГИС-специалистами, сделать вот эту всю штуку, ну, немножко затруднительно. Но что мы сделали? Мы взяли их данные, которые нам предоставили, данные вот этого анализа, собственно, это все было потом предоставлено полиции, Следственному комитету и так далее. Было, кстати, возбуждено уголовное дело по факту поджога, которое, правда, ничем не закончилось. Мы воспользовались данными, которые нам сделали коллеги, и выехали на место, и, собственно, провели детальное обследование наземной этой территории, и выяснили то, что, ну, вот, в частности, нам коллеги сказали о том, что имела место, собственно, такая достаточно странная динамика пожара, то есть с одной стороны за несколько дней выгорела какая-то вот такая территория, потом, значит, огонь еще выше стал распространяться, то есть непонятно как. Причем между первым и вторым очагом имел место разрыв, где непострадавший лесной массив находился. Ну, собственно, мы посмотрели, увидели о том, что достаточно странно как-то это выглядело. Например, ну, вот с одной стороны видно, да, это вот две фотографии совмещенные, это одно и то же дерево с разных сторон, то есть здесь видно, что кора достаточно сильно повреждена огнем, с другой стороны она огнем повреждена значительно меньше. И мы обнаружили массу очагов таких достаточно интересных, да, вот здесь пытались поджигать, очевидно. Огонь никуда не пошел, то есть мы видим нетронутый лесной массив. То есть и таких очагов там массу нашли на самом деле. То есть о чем я хочу сказать? То, что можно эффективно заниматься общественным расследованием подобных фактов. То есть в принципе есть все механизмы. Но единственное, что то, что доступно нам, общественникам, наземное, например, обследование этой территории, его необходимо подкреплять какими-то данными объективными, данными ГИС-анализа, который нам в принципе не сильно доступен. Поэтому я, вот это сводное, это то, что я рисовал, эта схемка, как распространялся пожар на основе всего этого исследования нашего. И я понял, что нам не хватает. И сейчас я задумываюсь над созданием такого ресурса. Это может быть в следующем году, я уже приступлю более, уже приступлю к практическому воплощению. Нам не хватает ресурсов, где бы мы оперативно видели масштабы пожара. То есть мы видим термоточки, мы видим в принципе точные координаты этих термоточек. Мы можем указать их в заявлении в правоохранительные органы, оценить масштабы, оперативно, самостоятельно оценить масштабы экологического ущерба, нанесенного ландшафтным пожаром, мы не можем. Вот это проблема, с которой мы сталкиваемся, которую, ну, очевидно, придется как-то решать. Еще момент, да, Таня, я понял, я уже вижу, что уже нет времени. Тот же ресурс космоснимки пожара. Там есть хороший слой, там можно в принципе нанести кадастровую сетку. Для чего это нужно? Для того, чтобы понять, на каком кадастровом участке конкретно имели место зафиксированные термоточки. Но работает она достаточно криво и тоже неудобно. И получается, иногда приходится открывать космоснимки пожара, потом следом открывать публичную кадастровую карту, искать там соответствующее место и примерно определять кадастровый участок. Это тоже неудобно работать. То есть, и одной из функций того сервиса, о котором я говорю, который я бы очень хотел сделать, как раз и является то, что та полезная функция, что можно было бы накладывать кадастровую сетку на этот участок. Спасибо. Да, Дим, давайте мы еще в дискуссии Эковахта и Дмитрий лично использую достаточно много инструментов и картографические данные, там карты Росреестра и дроны даже. Мы про это... Дим написал про это пособие, мы потом в конце переставим все желающие распространим, где можно уже подробнее прочитать. Давайте также один вопрос, и мы перейдем к нашему последнему выступлению и потом уже все вопросы. Да. Да. Для чего? Ну, есть версии, для чего. Ну, на самом деле, таких инцидентов на Черноморском побережье десятки случаются каждый сезон, именно с целью расчистки территории. Те сосны, которые вы видели, это сосна Пицунская, это реликт, это краснокнижный вид, уничтожать, вырубать, которое запрещено по закону. То есть, соответственно, поджог этой территории, порча этих деревьев, это самый такой очевидный способ избежать ответственности или избежать компенсационных выплат за уничтожение деревьев. Обычно, да. Обычно, да. Обычно эти участки выгоревшие выводятся из лесного фонда разными методами. Нет, это не опыты. Это просто территория Гослесфонда. То есть, можно предположить, что тот, кто будет застройки, там, это не есть, и выводится. Ну, пока, вот я просто виду мониторинг этого участка. Пока еще, я думал, что действительно, сразу после пожарища там сформируют кадастровый участок, начнут там процессы по выводу его из лесного фонда. Пока ничего такого нет. То есть, какая-то была странная история. но обычно бывают такие отсроченные случаи, когда выжигают лес, а потом там через несколько лет не сразу, там лет через пять начинают выпиливать этот весь горельник, говорить о том, что да, там лес потерял свои экологические функции, там все прочее, надо, значит, там уже что-то другое делать. Спасибо. Спасибо. Мы еще готовьте вопросы, если будут Дмитрию. А я хочу пригласить Анну Коченеву. Анна представляет, да, вместе с Юлией, да, они представляют объединенную группу СтопВыброс, особенно те, кто живет в Москве, знают то, что последний год, да, практически, уже происходит на юго-западе, на юго-востоке, на юго-востоке Москвы, это связанное после закрытия полигона Кучино с мусорожигательным заводом номер 4, и там произошло объединение огромного количества инициативных групп и как раз расскажет, как используются эти технологии для коммуникации этих групп и вообще другие инструменты в борьбе с этой проблемой. Так, сейчас я запущу презентацию. Добрый день, меня зовут Анна Коченева, это моя коллега Юлия Борженская. Мы представляем группу СтопВыброс. Ну, собственно, пока запускается презентация, расскажу, от чего все началось. Началось это где-то год назад, когда мы стали, ну, вот как коллеги из Челябинска, мы стали задыхаться, мы стали чувствовать, что нам воняет, мы закрывали окна по ночам и не понимали вообще, что происходит. Я, ну, вот так сложилась, что я вообще в движение, в некоммерческое движение пришла из экологии. когда-то и со всеми вот организациями, которые здесь выступали, я так или иначе знакома. Но я давно уже оттуда ушла, я занимаюсь детскими проектами, благотворительными, а тут вот меня опять накрыло, и мне пришлось сюда вернуться. 20 лет спустя я поняла, что ничего не изменилось вообще за это время. То есть ничего для решения мусорной проблемы сделано абсолютно не было за все эти 20 лет. Ну, вот, да, собственно, соответственность таких людей, которым воняло, и которые закрывали на ночь окна, оказалось очень много. Не только, ну, это несколько районов, ну, десятки районов Подмосковья, районы Москвы, Восток, Юго-Восток, Измайлова. То есть это все расширяется и расширяется территория. Если вы живете в Москве, то наверняка даже в центре, даже на Юго-Западе вы периодически ощущаете эти свалочные запахи или запахи гари. Это, в общем, все одного, ну, от одного порядка вещи. Мы стали, ну, вот лично я, да, стала искать, а кто что, кто что делает, а кто этим занимается. Я нашла уже существующую группу СтопВыброс, которая к тому времени уже существовала, и вот год уже мы вместе пытаемся всем этим заниматься. А сегодня мы, наверное, расскажем в большей степени про пиар и маркетинг, фандрайзинг, инструменты, которые мы используем. Вот это следующее. Ну, вообще вот сам по себе интересен очень этот феномен или феномен, всегда путаю, но вот это явление социальное о том, что абсолютно не связанные ни с НКО, ни с экологией люди, просто местные жители стали объединяться. Вот такого 20 лет назад не было. Мы искали по крупицам каких-то людей, активистов, кто бы этим занимался, их было мало. Сейчас люди готовы абсолютно на любые законные меры, готовы реально работать, вкладываться в свое личное свободное время, нужно уделять тому, чтобы решались эти проблемы. И вот за последний год возникло, может, полтора года возникло вот такое вот мелким шрифтом не умещающее количество групп, и здесь еще далеко не все, которые работают сейчас в этой проблеме, в этой теме. Кто-то из них объединился в стоп-выброс, кто-то работает отдельно. В конце расскажу, как мы объединились все вместе. Я хотела ремарху, потому что здесь присутствует в списке группа «Челябинск-Дыши». К нам также просто обращались, видимо, ваши подписчики и участники движения. Поэтому мы стараемся на нашем сайте максимально собрать все ссылки эко-групп, чтобы люди, когда заходили, они могли находить группу своего района или даже региона. А поближе? Да, ну можно дальше. У нас мало времени, поэтому мы так очень галопом по Европам. Да, значит, ну, собственно, вот здесь перечислены те инструменты, которыми мы работаем. Мы, вот я и Юля, в меньшей степени вовлечены в такие высокотехнологичные инструменты по типу составления карт, воздуха и так далее. Мы про это чуть меньше расскажем, но они тоже у нас есть. Вот мы лично, ну, как, вот просто по роду деятельности. Я по образованию журналист, поэтому вот так сложилось, что я естественным образом занимаюсь всем, что касается пиара. И поскольку я работаю в НКО, то понимаю какие-то инструменты фандрайзинга и так далее. Можно дальше. Но вообще проводятся, задействуются все возможные инструменты. Это и митинги, это и петиции. Ну, в общем, все, что только можно. Я хотела еще отдельно дополнить, что мы стараемся привлекать экспертов, работаем также из Greenpeace, с экспертами, которые при правительстве работают, чтобы получать максимально какую-то обратную связь от правительства и узнавать новые какие-то данные и не быть голословными в интернете. Для нас это очень важно. Ну, собственно, да, немножечко про то, как это все происходит, какими способами. Мы абсолютно добровольная группа, не зарегистрированная, у нас нет никакого бюджета. Все, что мы делаем, мы делаем в свободное время из-за средства, получаемые из других источников. То есть, например, Юлия сама лично разработала всю айдентику движения, все логотипы, все дизайны, все, что вы можете видеть на наших сайтах и в соцсетях, это все вот продукт лично Юли, которая, ну, по сути, это вот дало ей какой-то, наверное, личностный, профессиональный рост, потому что она начала этим очень серьезно заниматься. Я вот курирую, например, несколько краудфандинговых проектов на Планета.ру. Вот сейчас у нас завершился уже второй сбор. Первый был на ролик, на два видеоролика. Мы, к сожалению, не успеем сегодня его показать, но вы можете потом посмотреть его на наших страницах на сайте. Второй еще пока не сделан. И вот сейчас второй сбор, уже там чуть побольше денег к сегодняшнему дню собрано. Мы собираем на анализ почвы, на содержание диоксинов в районе существующего мусоросжигательного завода номер 4, который находится в районе, в районе, ну, около Некрасовки. То есть, собственно, да, о чем мы вообще говорим, да, это о каких загрязнителях мы говорим. Мы говорим о полигонах, закрытых и существующих в настоящее время, о полигонах, также несанкционированных, которые появляются вследствие закрытых полигонов, куда уже нельзя складировать отходы. Мы говорим о мусоросжигательном заводе номер 4 действующем. Но и когда мы копнули глубже, мы поняли, что дальше будет все только хуже. Существует уже сейчас утвержденная территориальная схема расположения еще нескольких мусоросжигательных заводов в районе Москвы и в других районах, поскольку вспыхнули вот эти мусорные бунты в разных районах Подмосковья. Сейчас уже есть план о перенесении московского мусора в Ярославскую область, наверное, вы, может быть, слышали об этом. И абсолютно не прорабатываются никакие другие варианты обращения с отходом, кроме как складирования и сжигания. Это даже полигонами назвать нельзя, это просто свалки. Полигон — это организованная какой-то подготовленная территория для мусора, а то, что мы имеем, — это свалки. Мы видим последствия работы мусоросжигательного завода. У нас есть данные, случайно просочившиеся, и больше никто ни в каком районе пока их не подтверждает, о том, что уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями в районе расположения мусоросжигательного завода увеличился за последние годы на минуточку на 400%. Тогда как общее увеличение в связи с лучшей выявляемостью, ранней диагностикой в среднем дает прирост на 20-30% за то же время по другим районам. Вот для этого мы, собственно, делаем анализ на диоксины, чтобы иметь хоть какое-то действительно реальное подтверждение. Проводит независимая лаборатория, ну, как бы вы все это можете почитать. Вот про карту Юлия. Да, также у нас есть еще проект в рамках нашей группы. Активист отдельный взял на себя ответственность и создал вот такой проект, который называется «Нашвоздух.РФ». Он состоит в том, что люди, заходя на этот сайт, могут оставлять точки по своей геолокации разного цвета в зависимости от того, насколько сильно воняет на улице и есть ли какие-то физические ощущения в плане плохого самочувствия, головокружения, тошноты и всего остального. Сделана она на базе Яндекс.Карты, абсолютно бесплатная. Введена дополнительно еще верификация пользователей, то есть, ну, какое-то подтверждение, что это не какой-то фейк, а это действительно живые люди, которые оставляют там свою электронную почту, регистрируются на сайте, оставляют вот такие данные. Постоянно идет напоминание об этой карте в соцсетях, и в момент, когда были выбросы, то, соответственно, вот в Алакаламске, вы видите, да, точки остаются. Поскольку времени уже очень мало, я, наверное, может, о главном, да, мы скажем, это все мы пролистаем, вы почитаете. О главном хочется сказать, что мы, как мы стоп-выброс, сейчас стали инициаторами такого межрегионального общественного движения. Вот в конце марта, 31 марта, состоялся конгресс экологический, на котором присутствовала 61 инициативная группа. В основном это Москва и Подмосковье, но это также и соседние области, и даже Воронеж, Челябинск, ну, и многие-многие другие были с нами. То есть мы его учредили, оно будет существовать. Вот, ну, мы вот с Юлей входим в совет, тоже такая абсолютная авантюра, для нас все это бесплатно и в свободное от жизни, от работы время. Ну, вот кому интересно, вы можете зайти на сайт Экологика, пока это движение называется так. Да, ну, собственно, можно дальше, да, мы близки. Да, мы, собственно, да, близки к завершению, мы уложились в отведенное время, вот наши контакты, пожалуйста, связывайтесь, если вас волнуют эти проблемы, если вы можете каким-то образом вложиться в решение этих проблем. Больше всего нужны именно технические специалисты, потому что, да, вот мы как-то все больше про гуманитариев. про гуманитариев. Спасибо. Спасибо большое, Анна и Юлия. Давайте мы... Да, я думаю, вы можете остаться, я попрошу наших спикеров вернуться, и можно вот так же уже, у нас осталось 12 минут. Хочется дать возможность, прежде всего, задать вопросы тем, кто был на секции. Да, конечно. Единственное, что так как мы сейчас все собрались, просьба говорить, кому вы адресуете вопрос, да, кому из наших спикеров. Все, прекрасно. Здравствуйте. У меня вопрос к последним выступающим. Вот это принципиальная позиция оставаться инициативным движением, или все-таки вы думаете в какой-то момент вырасти в организацию, чтобы... Ну, я предполагаю, что организационная форма ну, вам даст больше возможностей, да, продвижения каких-то более системных решений, там, лоббирования, уровень государства. Вы очень долго думали об этом? Мы очень долго думали и спорили об этом, стоит регистрироваться или нет. Пока приняли решение не регистрироваться, потому что мы рисков нашли больше, чем выгод на данный момент. Ну, нужно понимать, что мы имеем дело с очень мощным лобби, по сути, с мафией мусорной. И противодействие, если вы почитаете интернет, противодействие идет огромнейшее сейчас в нашу сторону, нас обвиняют. Мы вот до сих пор не поняли, к кому нам за деньгами-то, собственно, идти к Госдепу, к кому там, к Единой России, к КПРФ, в общем, у нас очень много источников, судя по СМИ, которые нас спонсируют. Ну, и как бы, да, существует очень много внутри движения уже таких внедренных людей, которые пытаются это все развалить. Мы это видим. То есть это вообще, ну, такое вот, как это вот, то, что все, что тут сейчас происходит в мире, оно в миниатюре происходит сейчас у нас в движении. Затем очень интересно наблюдать, но это такая сложная штука. В общем, пока не регистрируемся. Давайте мы так, вы просто будете громко, у нас небольшая аудитория, будете громко задавать вопрос, а какой у нас здесь тогда останется, вот здесь залия. И ты его, раз, дублируй, попал. Я хотел, вы походу, дебилер, и я, а второй, спросил, да, он доберется, что это только на год, это и на грязи в области, потому что там, в принципе, эти проблемы, не вовремя, и эти условия, и это на грязи, и это на грязи. И так, это и на грязи. Да, спасибо за вопрос. Значит, я изначально разрабатываю систему масштабируемой, то есть в Челябинске мы сделали сейчас пилотный проект, мы движемся последовательно, сделали экспериментальное устройство, выбрали лучшие варианты, начинаем развивать сейчас по Челябинску, и буду в течение буквально, может быть, трех-четырех недель у нас появится большая сеть, мы уже сами, я сам в нее вкладываюсь, инвестирую, чтобы хотя бы сто устройств было вообще, на Челябинске планирую сделать тысячу. Сейчас важно, обязательно, сейчас я вам тоже скажу, уже сейчас есть у нас запрос из Чебаркуля, то есть моя задача изначально была сделать так, чтобы локализовать проблему, к примеру, вот у нас есть часть, скажем так, экспертов, которые говорят, что проблема Челябинского смога в том, что надувает с Коркинского разреза, у нас 15 километров от нас большой-большой Коркинский разрез, он там второй по величине в Европе, что ли, или первый, никто достоверно этого сказать не может. Я лично сам ездил, смотрел, да, большое количество дыма, да, его выдувает, но насколько великое влияние, мы не можем оценить. Как только у нас появится сетка из этих устройств, мы будем ровно в этот момент понимать, что вот здесь концентрация произошла, вот сюда она надула. Соответственно, вам, я тоже думаю, это будет очень полезно. Вот та модель, которую мы сейчас построили, она абсолютно уникальна, на любой карте, то есть вот карта большая, мировая, устройство, появляясь точкой на карте, становится видна сразу всем. То есть без разницы, Челябинск, Горнозаводская, до вас тоже обязательно доберемся. И вот что важно, мы изначально сделали ставку на самофинансирование за счет общества, потому что если будем, ну вот как-то там, привлечь какие-то фонды, бюджеты и так далее, появятся тут же вопросы о том, что это госдеп или еще кто-то финансирует. Самый заинтересованный человек, это тот, кто является, ну как бы, да, тот, кого касается, тот, кто встретился с этой проблемой, и минимизация стоимости этого решения как раз приводит к доступности и широкому возможности распространения. И у меня тоже друзья, которые из Челябинска, в том числе, приехали, живут в Рио, там говорят, слушай, вот у нас до нас долетает, это ужас какой-то, давай у нас тоже. Я говорю, ребят, сейчас, да, да, нет, не из Челябинска прилетает, это было бы сильно, вот, но, значит, по поводу горнозаводской, как только мы, да, в принципе, все мы уже сделали, там нужно только, чтобы активировалось, вот как раз, наверное, нам пиар части не хватает по распространению, потому что я как технар это решил, и вот сфокусировался на этой задаче. И следующий этап, это распространение этой сети, которая как раз будет финансироваться самостоятельно жителями, и от этого иметь максимальную устойчивость. Спасибо большое. Друзья, еще, да, вопросы, говорите, кому или всем спикерам, или кому-то конкретно. Здравствуйте, Трофимова Виталия, представитель инициативной группы, незарегистрированной инициативной группы, нет свалки в Филипповском, вот у нас сейчас планируется масштабный проект, это 1500 гектар, кто не в курсе свалки, да, с которой мы уже полгода пытаемся бороться, не допустить этой проблемы. Поэтому у меня сейчас вопрос ко всем участникам данной конференции. Скажите, пожалуйста, вот на данной стадии, чтобы не допустить, мы не хотим таких масштабов, потому что у нас особо опасные будут захоронения, как мы видим, по видам деятельности той организации, которая владеет данным земельным участком. На данном земельном участке находится вековой сосновый лес, вековой сосновый лес, и вот эта проблема как раз нас очень беспокоит. Мало того, что еще и вода, которая должна питать восточная система водоснабжения нашей страны, и поэтому я хотела бы адресовать, нам надо зафиксировать факт нахождения леса векового на данной территории, потому что нам все утверждают, что леса нет. И нам как-то надо обозначить государству, что там все-таки восточная система водоснабжения, их осталось всего три, как нам пояснили, для Московской области и начала Владимирской области. Поэтому помогите пожалуйста нам. Коллеги, давайте комментарии. Мой быстрый ответ, вам нужно перевести этот лес в статус особо охраняемых природных территорий. Есть такое решение ООПТ перевести, и тогда будет возможность. Ну там прежде всего надо вам выяснить досконально, посмотреть материалы территориального планирования, ваш генплан поселения прежде всего и правила землепользования и застройки. Просто тут я насколько понимаю имеет место расхождения в понятиях. То есть вы называете лесом физической, объект, а чиновники называют лесом территорию Гослесфонда. Это не всегда тождественные понятия. То есть надо, конечно, разобраться прежде всего с землеустроительной документацией. Можно я еще? Можно я еще? с вопросом сказать, что хотела сказать по поводу Филипповского, что у нас тоже есть юристы и с удовольствием пишите нам либо на почту, на сайте обратную связь. Ради бога, мы подключим тоже наших юристов к вашей проблеме. Собственно, уже пытались подключиться, но в свой адрес получили не очень лестные комментарии и в группе ВКонтакте, и на сайт приходила обратная связь. Поэтому рады, что выстраивается диалог. Мы все-таки действительно за объединение, все вместе, за чистый воздух. И очень приятно, что все мы здесь собрались сегодня. По поводу того, понять, лес ли это физически, да, это можно сделать по космоснимку, зависит от площади, но напишите мне. Мы можем посмотреть на разных снимках, как это выглядит, скажем так. По поводу того, лес ли это с точки зрения юридической, нет. Если у вас был договор купли-продажи на этот участок какой-то, то это не лес, потому что если бы это был гослисфонд, то там возможна только аренда. Поэтому если действительно кто-то территорию купил, значит с точки зрения закона это не лес, и тут работают только общественные механизмы, то есть только общественный протест, мне кажется. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok по поводу Ну, давайте попробую по нашему контексту ответить. По нашей теме нам выдают информацию Челяб-Гидромет, которого нам нужно выкупать информацию. То есть происходит госзаказ, Гидромет проводит замеры, предоставляет, допустим, Министерство экологии, а мы, в свою очередь, либо общей картиной пользуемся, которую дает Минэко, либо должны сами выкупать. Насколько она реальна, у нас большие вопросы. Ну, здесь на самом деле, просто понятие экологической информации, оно настолько емкое, что надо всегда уточнять, о чем именно идет речь, потому что есть категории информации, которые вполне доступны, не знаю, там на сайтах Министерства природных ресурсов региональных. Есть категории информации, которая доступна по запросам. Но есть действительно информация, например, по статистике заболеваемости, которую в принципе невозможно нигде объективную получить, только по каким-то косвенным источникам. Все, что касается материалов терпланирования, ну, при большой настойчивости это все ищется, можно найти. Ну, в Москве есть МОСЭКО-мониторинг, который с недавнего времени опять заработал, и я знаю, что Гринпис, вот, и мы тоже очень много потратили сил и нервов на то, чтобы он опять заработал. Но надо сказать, что информация, так же, как и обычная информация в СМИ, так же, как и информация, она подвергается очень серьезной манипуляции. И те же данные МОСЭКО-мониторинга ими умело манипулируют. То есть создан такой механизм, при котором мы вот писали об этом обширную статью в наших соцсетях и на сайте стоп-выброс, можете посмотреть, каким образом неблагоприятная экологическая ситуация, которую мы чувствуем своим носом на сайте МОСЭКО-мониторинга превращается в абсолютно нормальную картину, просто делая такой средний средств по больнице. И все становится прекрасно. Сегодня как раз была в прямом эфире трансляция с полигона Кучина в Балашихе. Возле полигона, потом уже там в кабинетах дело пришло. И вот если анализы на диоксины и на вообще влияние выброса с факела, с экстренной дегазацией, которая сейчас ведется и которая планируется сейчас сразу еще на нескольких полигонах Московской области, по примеру, Кучина водится. У нас нет адекватных данных от администрации и от компаний, которые этим занимаются. Например, о том, как влияет низкая температура горения факела ниже заявленной на 200-400 градусов на здоровье населения. Я хотела бы еще раз тоже подчеркнуть, что информация бывает разная, очень-очень разная. И если мы говорим про выбросы, то вот с ней такие проблемы. Если мы говорим про космоснимки, про то, что нам нужно понять лес или не лес, зависит от разрешения, но информация есть, она объективная, она не может быть никак искажена. Но есть сложность работы, да, и именно для этого мы проводим семинары и курсы для того, чтобы люди могли это использовать, чтобы это было чуть проще. И, Дмитрий, давайте с вами поговорим про LandViewer, если вы еще не пробовали. Прямо мы, 16-30, мы должны завершать нашу секцию. Я хотела вот еще прям полминутки дать Диме, чтобы он пару слов сказал о пособии, оно здесь есть, все могут взять, чтобы вы взялись, оно действительно вам нужно, чтобы Дима сказал, что в нем вы найдете полезное. Да, Таня, спасибо. Просто дело в том, что в прошлом году мы с Таней реализовали совместный проект, он у нас отнял большое количество сил, но тем не менее мы провели ряд вебинаров для активистов и инициативных групп и написали вот такое пособие, где, собственно, собрали все на сегодняшний день актуальной практики, которые могут, может использовать любой из нас в защите своих экологических прав и в организации экологической компании. Это все достаточно написано простым языком, и кому интересно, у нас есть какое-то количество пособий, можем даже при необходимости, если вы знаете какие-то инициативные группы в регионах, и туда послать, все это решаемо. И здесь у нас также есть некоторое количество, поэтому кто желает получить такую... Есть, да. Дело в том, что на сайте висит, здесь ссылочка указана на сайт школы защиты экологических прав, там висит электронная версия этого пособия. А печатная? Бесплатная, естественно, конечно. И там мы в том числе, да, ссылаемся на сайт теплицы, который сегодня организует конференцию, и там просто подписывайтесь, все, что нового появляется, именно бесплатного, да, для гражданских групп и некоммерческих организаций. Ну и там в том числе какие-то такие специфические, вот, в основном из Диминова опыта про использование картографических данных и других инструментов. А смотрите, наши коллеги из Челябинска, Москвы и Краснодара, они с нами еще на конференции, поэтому вот мы должны завершить, потому что здесь начнется уже следующая секция через 15 минут, но вы можете подойти, познакомиться, пообщаться, вот, используйте этот шанс и спасибо большое, что были сегодня с нами наши спикеры и наши дорогие участники.